Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня состоялся традиционный прямой эфир с Рашидом Тимрезовым. Глава региона ответил на вопросы жителей республики. Как и прежде, встреча прошла в студии ГТРК Карачаева-Черкесия. О главном медиа событий этого дня и о том, что осталось за кадром, и, конечно, какая тема стала лидирующей, расскажет Альбина Ламкова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов уже направляется в телевизионный павильон, где все готово к проведению традиционной прямой линии. Встретила руководителя региона, директор ГТРК Карачаева-Черкесия Светлана Казиева. Последнее приготовление – проверка микрофона. Все начнется с минуты на минуту. Настроение позитивное, так как общение главы региона с жителями – событие важное и прекрасная возможность получить ответы на волнующие вопросы, узнать о перспективах развития Карачаева-Черкесии из первых уст. Это мероприятие имеет огромное значение для установления открытого диалога между властью и населением, что повышает уровень доверия и понимания между ними. Не будем терять время. Начнем. Рашид Борисбевич, вот прямая линия – это ваша традиционная форма общения с жителями республики. И прежде чем мы начнем принимать звонки, вот скажите, пожалуйста, как обращения граждан влияют на ежедневную работу правительства, муниципалитетов и лично вашу? Ну, добрый день еще раз, добрый вечер. Хочу всех поприветствовать, в первую очередь, всех жителей нашей родной любимой республики. Хочу сказать, что для меня общение и вот тот инструмент, про который вы спрашиваете, и для меня, и для всех работников правительства Карачаева-Черкесской республики, органов муниципальной власти, исполнительной власти, законодательной власти – это важнейший инструмент. Это прямой контакт с людьми, когда мы слышим напрямую, что сегодня необходимо сделать, где мы не дорабатываем, где мы, честно говоря, не успеваем. Хотя мы на самом деле стараемся, очень многое делаем. Затем Светлана Козеева задала вопрос о новом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Почему глава республики принял такие решения и какие еще произошли изменения? Он отметил, что в первую очередь для усиления работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроекта и госпрограмм. Развивается у нас туризм. Это большое количество людей, которые приезжают. И все пользуются автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом. Но и надеюсь, что с 2028 года еще и авиационным транспортом. Когда мы в нашей республике построим первый аэропорт. Поэтому Министерство транспорта необходимо. Это вызов времени. Уверен, что новый руководитель знает и понимает то, что сегодня происходит. Тем более имеет опыт работы в Министерстве строительства. Уверен, что обязательно с этим справиться. И мы будем наконец-таки станем не тупиковым субъектом. Тупиковым в плане железнодорожного транспорта, автомобильного и авиационного. Ну, добрый путь. После краткого вступления главы республики Рашиды Тимрезова поступила серия вопросов и ответов. И несмотря на загруженность линий первый звонок. Дозвонились и напрямую обратились к главе. Он поступил о представителя волонтерской группы «По зову сердца» Надежды Овчаренко. Просит прикрепить группу к официальной организации, чтобы помощь была еще эффективнее. Хочу поблагодарить вас. Знаю, что это на самом деле «По зову сердца». И хочу вам сказать искренние слова благодарности за то, что вы наших ребят вот так поддерживаете. Если позволите, шефскую помощь я сам лично буду оказывать. И буду вместе с вами. В любое время дня и ночи я буду вместе с вами. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Жители задают свои вопросы по многоканальному номеру, который принимают в колл-центре и также в социальных сетях ВКонтакте. Важно отметить, что модераторы следят за соблюдением порядка и времени, отведенным на каждый вопрос. Сотрудники колл-центра, принимая вопросы, информировали жителей республики о том, что в рамках часового эфира не все обращения смогут озвучить. Но без внимания не останется ни один вопрос. Официальный ответ получит каждый автор. Темы обращения разные. Это и поддержка военнослужащих, и их семей. И эти вопросы на особом контроле. Были озвучены и проблемы водоснабжения. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Шабахина Оксана Федоровна. Я из села Сенан. У меня такой вопрос. Когда у нас в поселке будет водопровод? Спасибо. Ну, и Мурат Олегович меня сейчас слышит, и Михаил Федорович. Конечно, для нас система устойчивого водоснабжения, качественной питьевой водой, для нас это приоритетный вопрос. И вот, поверьте мне, что мы этим вопросом занимаемся. У нас есть несколько программ, в том числе и федеральных, утвержденных президентом нашей страны. Что касается водоснабжения, водообеспечения наших населенных пунктов. Это не только касается дружбы, СЖА. Это касается практически всех сельских населенных пунктов. Для меня это основная задача. Много вопросов к работе управляющих компаний. К нам обратилась Юлия Узденова из села Чапаевского. У нее сразу два вопроса. Первый. Летом текущего года обещали реконструировать крышу многоквартирного дома. Но до сих пор нет никаких работ. Просят содействия в этом вопросе. Многоквартирный дом в Чапаевском. Ну, у нас там один многоквартирный дом. Это дом, который мы переселяли граждан из ветхого и аварийного жилья. Я сейчас обращаюсь к правительству, к министерству строительства. Обратите на это внимание и примите решение. Потому что мы построили этот дом, сдали его в эксплуатацию 4 года назад. Если через 4 года у нас есть проблемы с какой-то крышей, ну, видимо, есть вопросы. Поэтому выйдите завтра на место, обратите внимание и примите определенные решения. Вопрос общественного транспорта не остались в стороне у жителей республики. Кстати, второй вопрос Юлии Узденовой на эту тему. Рейс Чапаевская-Черкесск нерегулярный и со сбоями. Один автобус и одна маршрутка в день. Просим вместо маршрутки выделить автобус, потому что мы не помещаемся. А в воскресенье вообще нет автобуса. И в субботу вечером невозможно добраться до Черкеска. Спасибо за вопрос. Очень правильно я об этом слышал. Но здесь считаю, чтобы Министерство транспорта, вновь созданное, глава района, Прикубанского района, обратили на это внимание. И здесь, может быть, самим надо подумать, может быть, два-три автобуса сделать, чем один. Ну, кто будет подсказывать, пусть решат специалисты. Но этот вопрос обязательно надо решить. Потому что село Чапаевское большое. Актуальным на сегодняшний вопрос начало топительного сезона и, конечно, газификация. К нам обратилась Оливия Айбазова из Урупского района, аул Козел Уруп. К нам протянули газ, но уже месяц не приезжают специалисты для подключения. У меня ребенок инвалид, помогите, чтобы уже холодно подключили газу. Ну, мы сейчас говорили про вопрос газификации Урупского района, в котором не было вообще магистрального газопровода. Я знаю, какую работу проводит сегодня и компания «Межривенгаз Черкесск» по дугазификации, по газификации, по... Я думаю, сейчас руководитель нас слышит. И уверена, что мы на этот вопрос обратим внимание. Но этот вопрос, решение этого вопроса, оно комплексное. В ходе часовой беседы с телезрителями был затронут ряд вопросов, поступивших заранее непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные, от острых проблем до повседневных житейских. Так еще один из популярных – это тема обращения с твердыми коммунальными отходами. Вовремя несовременного вывода этого мусора работники не забирают, который остается возле контейнеров. Из-за ветра мусор разлетается по окрестностям. Ну, например, такой возле 17-й школы, поле, все в мусоре. У нас во дворе, в зеленой зоне возле домов тоже находится мусор. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос. У нас такой красивый город, и очень жалко, что он добавит в мусор. Ольга, добрый вечер. Спасибо за этот вопрос. На самом деле, я часто общаюсь на эту тему и с нашим профильным министерством, и с органами муниципальной власти. Я родился и вырос в городе Черкесске. И я все время, вот когда проезжаю, еду на работу или еду пешком там, я все время смотрю, считаю, что это проблема. Ольга, что мы этот вопрос обязательно решим. Поставим больше контейнеров, поставим больше машин, которые будут вывозить мусор. А затем поступил вопрос от Екатерины Самойловой из поселка Архыз. Она отметила, что курорт становится с каждым годом популярнее. Но есть проблема. Центральная улица заставлена квадроциклами, уазиками, лошадьми и прочее. Неужели нельзя сделать стоянки езды на этих средствах передвижения, определить специальное место. Наведите у нас порядок. Екатерина Самойлова, да? Вы абсолютно правильно вопрос подняли. И я считаю, что если мы хотим видеть нашу республику красивой, открытой, познавательной, это касается каждого жителя нашей республики, который сегодня эти услуги предоставляет. А если мы будем сидеть здесь, как большие начальники, и на все это так смотреть, лошадь там не привязана, квадроцикл не зарегистрирован, или там мотоцикл. Так дело не пойдет. Я общаюсь и с надзорными органами, с правоохранительными структурами. Я буду к ним обращаться с тем, чтобы в этом вопросе наводить порядок. Потому что это безопасность тех, кто к нам приезжает. Как было сказано в самом начале прямой линии, без ответа не останется ни одно из поступивших обращений граждан. С каждым свяжутся и разъяснят, что к чему и зачем. Решение всех вопросов глава республики будет держать на личном контроле. Уже сегодня по просьбам многих последовали поручения Рашида Темрезова в адрес районных и городских органов власти. По вопросам, не прозвучавшим в эфире, но принятым операторами колл-центра, также в ближайшее время будут даны письменные ответы. В заключении Рашид Борисбиевич поблагодарил всех, кто был задействован к прямому эфиру. Я хотел бы в первую очередь еще раз поблагодарить вас, весь ваш коллектив, коллектив ИГТРК, коллектив всех наших коллег, которые сегодня работают, и Архиз 24, и РЕК, и ЧРТ, ну все, кто сегодня работает, ну вас хотел лично поблагодарить. И хотел бы обратиться с просьбой своим единомышленникам, своим коллегам. Это главы городов районов, это члены правительства Карачаева и Черкесской республики. Наша с вами обязанность это быть в контакте с людьми нашей республики с утра до вечера, круглые сутки. Вы знаете, вот таким образом мы можем решить очень много вопросов, которые не будут выведены в телевидении или еще где-то. А мы должны этим заниматься с утра до вечера. Каждый из вас, я знаю, каждый из вас очень много этому уделяет внимания. Но моя просьба, мое поручение, все делать во благо наших жителей, во благо нашей родной Карачаева-Черкесии и нашей великой страны России. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Рашид Борисбевич, за этот интересный, большой обстоятельный разговор. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Карачаева-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Аптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Карачаеве-Черкесии облачная дождь, ночью в горах с мокрым снегом, местами сильные осадки. В отдельных районах туман, ветер северный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 2,7, в горах минус 3, плюс 2, а днём 4,9 выше нуля, и местами минус 1, плюс 4. В Черкесске дождь, ветер северный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 5,7, а днём 6,8 градусов выше нуля. Сегодня прошла вторая очередная сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. В заседании принял участие и глава республики Рашид Тимрезов. Он поздравил депутатов со вступлением в деятельность парламента региона и подчеркнул важность выполнения всех задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Отрадно видеть, что сегодня в нашем парламенте новые лица. Я уверен, что мы все вместе будем решать те задачи, которые были поставлены руководителем нашего государства, подчеркнул глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. После чего он вручил удостоверение и нагрудный знак депутата Народного собрания республики спикеру Александру Иванову. Также Рашид Тимрезов подчеркнул, что каждый из народных избранников будет делать все возможное во благо жителей нашего региона. Все те задачи, которые поставлены нашим президентом, президентом Российской Федерации, нашим верховным командующим, по главе нашей страны, они будут исполнены. И я уверен, что парламент, новый собственный парламент, будет все делать для того, чтобы поддержать эту генеральную линию. После председателя парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов вручил удостоверение нагрудные знаки избранным депутатам. Также в ходе заседания обсудили 30 вопросов, касаемо структуры Народного собрания и формирования различных комитетов. В рамках обсуждения этих вопросов общим голосованием утвердили полномочия депутата Ханафия Хасанова. Так, единогласно был избран заместителем председателя комитета по местному самоуправлению участник СФО Дахир Мучаев. Он выразил благодарность главе республики и депутатам за оказанное доверие. Для меня это новая должность. Будем стараться, будем оправдывать доверие, которое возложено на меня. Сегодня необходимо особое внимание уделять развитию образования и воспитанию здорового поколения у нас в республике. И я надеюсь внести свой вклад в это дело, отметила избранный председатель комитета по науке, образованию, культуре и по делам молодежи Татьяна Черняева. Она долгие годы отдала развитию образования, являясь почетным работником общего образования России и заслуженным работником Карачаева-Черкесии. Несомненно, это очень ответственное назначение. И я, как и любой другой человек, волнуюсь, потому что предстоит решать сложные задачи. Ведь мы знаем, что в приоритете нашего государства дети, молодежь, их интересы. На это нацеливает наш президент Российской Федерации и глава Карачаева-Черкесской Республики. И, конечно, у меня уже есть опыт работы в предыдущем созыве. Я думаю, что я справлюсь. Хотя, не сомневаюсь, что задачи непростые. Каждый из народных избранников выразил уверенность, что будет действовать в интересах избирателей на законодательном поприще. Алина Халебшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Студенты филиала колледжа МАКСУ Станицы Зеленчукской во главе с председателем Совета ветеранов МВД Зеленчукского и Урубского районов Мухатом Бачаевым совершили восхождение на перевал Пхия к мемориалу защитникам перевалов Кавказа, сотрудникам органов внутренних дел, павших в боях в годы Великой Отечественной войны. Собравшиеся вспомнили героические страницы истории страны, героев, которые дорогой ценой завоевали победу. Битва за Кавказ – славная страница, вписанная в историю нашей Родины. Память о великом подвиге наших солдат хранят не только горы, но и будущее поколение защитников. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Цвет граната». Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин